МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Геннадьевич, на площади Сахарова елку практически установили, горки тоже. Сейчас архитекторы занимаются созданием снежных и ледяных скульптур. Есть ли какая-то определенная тематика, согласно которой, собственно, городок и оформляют? Ну, в этом году мы пошли все-таки по тематике. Но, наверное, она и не новая. Мы каждый год стараемся в снежных фигурах, в оформлении, может быть, использовать. Если оформлять это баннеры, то, скорее всего, мы стараемся использовать открытки прошлых лет, то есть сказочные какие-то персонажи. В этом же году героями ледяных фигур станут персонажи советских мультфильмов и персонажи наших русских сказок. Я знаю, что оформление новогодней елки в этом году обновлено, но вот когда я была маленькая, и это была целая традиция, мы в школе готовили украшения на эту елку. И знаете, как было здорово проходить вокруг нее, и видишь, а, вон моя хлопушка. Это своего рода, не знаю, какой-то вклад был в праздник, что ли, городской. Вот вам не кажется, что это хорошая традиция, ее бы можно было возобновить? Традиция может быть и неплохая, но она, мне кажется, на сегодняшний день уместна будет, если ее применять на тех... Это во дворах, да, или в районах? Во дворах, или, например, в школьных утренниках, или детских садах. Это было бы уместно на сегодняшний день. Сегодня вот та елка, которая на площади Сахарова, она соответствует всем мерам безопасности, в том числе и испытания проходила и ветровой эрозии, и с точки зрения пожарной безопасности, отрыва каких-то украшений с елки при... Ну, сами понимаем, что в зимний период здесь могут быть и снегопады, и ветра. Поэтому мы, скорее всего, будем использовать те, которые сертифицированы, а не, скорее всего, будем использовать то, что все-таки связано с безопасностью пребывания горожан на ледяных площадках. Ну, вот лично вы, быть может, обратили внимание, какой-то район сегодня уступает, менее украшен, чем прочие? Или в целом у нас как-то гармонично все? Ну, говорить об этом, конечно, сегодня рано, потому что еще идут... Будет комиссия, да? Идут работы, будет комиссия, и вы сами понимаете, что для районов, районных администраций, здесь еще такая вмешивается здоровая конкуренция, которые бы хотели все лучше. И хотели бы где-то какие-то сюрпризы уже приберечь на последние дни при подведении, которые будут 25 декабря проводиться. Поэтому, ну, давайте дождемся, вместе с вами потом и оценим. Уже не первую зиму своего рода конкуренцию главной елки на Сахарова составляет елка на так называемом Барнаульском Арбате. Не получилось ли так, что Арбат перетащил на себя добрую часть барнаульцев и гостей города? Ну, барнаульцев, я думаю, что очень много, 650 тысяч как минимум в городе, поэтому... Хватает и там, и там. Если мы даже где-то массу большую растащим и дадим больше возможностей, больше площадок для проведения досуга барнаульцев праздничного, я думаю, это будет неплохо. Ну, вот улица Малотобольска, вот эта пешеходная зона, она и замышлялась для того, чтобы... Ну, во-первых, все те фигуры ледяные, которые нам очень жалко после короткого периода пребывания на площади Сахарова, потом сносить, демонтировать, здесь они будут радовать горожан до марта месяца как минимум. Они завязаны, вернее, улицы это завязаны будет с оформлением, с парком центральным, в котором сегодня уже работает каток, будет концертная площадка очень интересная, световое тоже оформление. Я думаю, что это будет очень хорошим дополнением ко всем тем районным елкам, которые уже после каникулярного времени будут работать и будут до самой весны радовать горожан. Напомните, когда у нас официальное открытие районов, в том числе елок? В этом году мы пошли на удовлетворение, так, просьб горожан. К нам очень много поступало после новогодних праздников с просьбой проводить открытие елок или попозже, чтобы успевали люди с работы, забрать детей, детских садов прийти, ну, или же в выходные дни. Вот в этом году у нас как раз совпало, мы можем себе позволить 28 числа в 18.00 во всех районах города и на центральной площадке, это на площади Сахарова, открытие новогодней елки сделать, такой общегородской. И в 19.00 практически во всех районах, и главный фейерверк будет на площади Сахарова, будет вот праздничный фейерверк. То есть в 19 вечера 28 числа? Да, но в этом мы не закончим. В сам праздник-то предвидится залют. Да, в этом мы не закончим. Вот как раз железнодорожный район, он эстафету подхватит на площади Сахарова с 31 декабря на 1 января. То есть в час ночи там состоится праздничная танцевальная программа, и она будет до 4 часов. Поэтому я всех приглашаю, уже думаю, что и встретят Новый год, станут сидеть за столами, захочется подвигаться, захочется подышать свежим воздухом, ну, а это лучше сделать вместе с друзьями, на открытой площадке, под музыку, на площади Сахарова. Давайте еще поговорим об общественной безопасности, раз уж гуляния так затянутся аж до 4 часов. Алкоголь традиционно в ближайших точках не будут продавать. Как будет работать общественный транспорт и так далее? Мы здесь как-таки рекомендуем, ну, как вот запрещение. Вот как на День города бывает. Да, ну, здесь все-таки погодные условия, День города, и сама программа на День города, она, конечно, длится больше. Но я думаю, у нас горожане настолько уже уровень и культура празднования стала высокой, потому что уже из года в год наблюдают, что, скорее всего, идут люди-то не напиться здесь, а идут с детьми покататься на горках, покататься на аттракционах, посмотреть какую-то программу, пофотографироваться у световых фигур. Поэтому здесь приоритеты совсем другие. Я думаю, на этом не стоит зацикливаться. Но, Лен, ты права, что десятки тысяч людей в новогодние вот эти каникулы, они будут работать в усиленном режиме. Это люди, которые будут обеспечивать жизнедеятельность города, будут обеспечивать безопасность, усиленные наряды МЧС, усиленные наряды управления внутренних дел, ФСБ, скорая помощь. Это наши энергетики, это аварийный бригад сегодня формируется для оперативного реагирования, оперативные бригады, которые будут работать, если не дай бог, конечно, возникнут чрезвычайные ситуации. Но город будет жить, город нужно, мусор нужно будет вывозить, торговля должна будет работать, медицина, управление внутренних дел. Они, конечно, это огромная армия барнаульцев. Они, конечно, будут встречать и новогодние праздники, и последующие на рабочем месте. А общественный транспорт свою работу как-то продлит? Да, я думаю, что в новогоднюю ночь мы это обговариваем. Ну, если не весть, конечно. Да, обговариваем, он будет работать, и практически люди могут разъехаться в любой район города. Ну, в этом нет необходимости еще. Я еще раз говорю, что на сегодняшний день мы говорили про Мало-Тобольск, который конкуренции. Я вам скажу, что главы районов уже доложились о готовности проведения. И вот те площадки массового гуляния в районах, они мало чем будут уступать центральной. Поэтому у многих такой большой необходимости ехать в центр не будет. Ну, тем более потом новогодние каникулы, которые чуть больше недели. Так вот, какую программу на новогодние каникулы предусмотрели? Или вот только что уличные гуляния? Нет, практически уже с 23-го числа будут усилены так опять же в режиме работать. Учреждения культуры – это опять та категория людей, которые любой праздник для них – это рабочие. Подготовили интересные программы, спектакли новогодние. Практически все и наши дворцы культуры, дома культуры, и театры, которые имеют государственное подчинение. Краевое – это и театр драмы, музыкальная комедия с премьерами. Театр кукол интересный выйдет. Молодежный театр Алтая. Ну, во-первых, с 23-го числа мы в Барнауле будем принимать и детей с районов Алтайского края, которые приедут на так называемую губернаторскую елку. Мы будем 35 тысяч учащихся первых, четвертых классов посетят наши новогодние утренники и новогодние представления в наших дворцах культурах, также в театрах города. Я скажу, что, конечно, задача администрации еще и в том, чтобы без внимания не оставить и такие категории людей, как престарелые, одинокие люди, ветераны, дети из малообеспеченных семей, и опекаемых семей, дети, имеющие ограничения, ну, всевозможные ограничения, для них, для каждого этого ребенка уже готовятся подарки, готовятся представления, готовятся мероприятия какие-то, акции проводятся уже по городу. Это все продолжится и в каникулярное время. Но есть же у нас огромная категория барнольцев, которые не только за столами там или на представлениях, а активные образования. Активные, конечно. Вот представьте, 74 объекта физической культуры и спорта на сегодняшний день уже начали работу и продолжат в каникулярное время. Это 23 лыжных базы, это катки, хоккейные коробки. Практически вот наши большие парки, они все имеют на своей территории катки, имеют пункты проката теплые. Причем стоимость проката и коньков, и катания на льду, она не меняется уже многие годы. Она от 90 до 120 рублей. Будет работать для горно-лыжной, лыжная база «Авальман». Будет лыжная трасса открыта уже, здоровье 25 километров, биатлонный наш комплекс, дворец «Спорт». То есть, в принципе, на любой вкус и на любое увлечение. Ну, для ребятни главная забава – это все же горки. Я вновь возвращаюсь в детство, это уже второй раз за это наше с вами интервью. Горки были больше, как мне кажется. Ну, и я, соответственно, меньше была. С чем это связано? Ну, это хорошо, что в детстве не застряли. Мы тоже когда… Связано ли это, Валерий Геннадьевич, с тем, что вот больше травматизма стало детского? Безусловно. Безусловно. Не то, что больше, а безусловно это продиктовано тем, чтобы как можно… Ну, что дети стали, что ли, другие? Ну, мы же были такими же детьми. Нет, нет, исключить. Просто как-то вот раньше, наверное, меньше этому уделялось внимания. Я вот уже из опыта своей работы, я помню, сколько приходилось детей вызывать скорую помощь и компрессионные. Причем это не всегда из-за качества горок. Это во многом из беспечности, ну, раз родители, которые детям позволяют искатываться. Вот на площади Сахарова, вот это, где Барнаульская крепость. Ну, здесь есть определенные нормативы, есть определенные строительные нормы, которых мы стараемся придерживать. И я думаю, что ничего тут страшного не будет, если мы, ну, тем самым, может быть, адреналин в крови поменьше будет прыскиваться, но зато наши дети останутся здоровыми, целыми. А вот эти горки, которые, как сказать, стихийные, что ли, вот в районе Барнаулки, да, очень уже известные жители города ее строят, вот от года ее сносили в прошлом году. И вот за эти горки кто несет ответственность? Ну, да, ну, тот, кто его устроил, это понятно, но, во всяком случае, здесь уже ответственность лежит на родителей, которые привезли и разрешают кататься, то есть не понимая, что может произойти с этим ребенком. Но, во всяком случае, Ростехнадзор, мне кажется... Меры воздействия вот на такие горки тоже все же есть, и их отслеживают. Есть, хотя это очень сложно, да. Ну, не будем все же омрачать праздник, не будем омрачать нашу сегодняшнюю беседу, давайте на положительном моменте. Остановимся, вы праздник ждете? Как ребенок, как в детстве. К сожалению, уже давно нет. Или вы тоже из тех, кому придется работать, поэтому... Да, да, поэтому всегда ждешь и продумываешь, смотришь, что еще не учли, что еще не посмотрели, потому что... Ну, как меня учил один очень, на мой взгляд, мудрый руководитель, он говорит, власть тогда хорошо работает, когда люди о ней не вспоминают, когда вроде кажется, что все делается само собой, там вывозится мусор, делается это, проводятся мероприятия, и это незаметно для других. Это большая работа, и, конечно, самое трудное, это не сам праздник, а вот подготовка к нему, надо все предусмотреть, надо исключить все неприятные сюрпризы. Вот у меня один из корреспондентов, чем будете удивлять? Я говорю, да мы не удивлять, мы делаем так, чтобы люди сюрпризов не было, особенно неприятных. Вот это наша задача, удивлять будут режиссеры, актеры, коммерческие структуры, которые, чтобы привлечь к себе посетителей, будут придумывать какие-то акции, ну, как в Кемерово, там, Дед Морозов с горы спускать. А вы Дед Морозить не планируете? Примеряли как-то на себя шумо. Бывает всякое, может быть, где-нибудь на пенсии напишу. В моей практике было многое. Было, было, помню. Были замечены, Валерий Геннадьевич. Да, да, бывало. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Вам спасибо, что пригласили, вас с наступающим. И вас тоже. А я напомню, что гость нашей студии сегодня, председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Пашков.